Добрый день, представлюсь. Меня зовут Мария Нинашева, я являюсь руководителем проектов 1С и практикующим консультантом-аналитиком в 1С. Мои области это документооборот, электронный документооборот, управленческий учет, учет в торговых компаниях. Собственно, мои направления это системы по документообороту, электронному документообороту и управление торговлей, в частности 11.4, о которой мы сегодня будем говорить. Сегодня мы будем рассматривать тему ведения номенклатурных позиций в 1С управления торговлей 11.4, рассмотрим особенности ведения номенклатуры, рассмотрим в принципе систему 1С УТ 11.4, ее особенности и ее в общем функциональность, какие контуры автоматизации организации охватывает эта система. По таймингу нашего сегодняшнего мероприятия. Вебинар у нас сегодня займет 45 минут. Мы сначала рассмотрим основные вопросы, затем уже перейдем к вашим дополнительным вопросам, на которые я постараюсь ответить. Все вопросы, которые мы сразу в ходе вебинара не охватим, мы их либо там как-то отдельно встречу проведем, либо письменно направим ответ, так что мы в любом случае все вопросы рассмотрим. Наша программа нашего вебинара перед вами сейчас расположена. Сейчас, секундочку, я еще некоторые тут технические моменты настрою, пока можете ознакомиться с планом вебинара и я сейчас к вам вернусь. У нас периодически подключаются еще здесь участники вебинара, поэтому сразу предупрежу, я же на вебинаре и ведущие, и я же и модератор. То есть, если вас отключают от вебинара, мало ли какие-то обстоятельства, там интернет, что-то еще, то подключать буду я же, где-то возможно придется подождать, если я сразу оперативно не увижу, так что сразу рассчитывайте. Вот. Мы будем рассматривать основные темы, вопросы вы можете писать сразу в чат, лучше писать сразу в чат, не дожидаясь окончания вебинара, чтобы мы ничего не потеряли, ничего не забыли и на все вопросы в дальнейшем нашлись ответы. Постараюсь по ходу вебинара на вопросы отвечать, раскрывать их, эти вопросы, и в конце мы ответим, ну еще отдельное время оставим, чтобы ответить на эти вопросы. Вот. В чат пишите, если вдруг не слышно, не видно какие-то там еще вопросы, сразу пишите. Нас сегодня не так много, я постараюсь реагировать быстро. По плану вебинара. У нас еще была заявлена, ну были заявлены пункты по введению остатков, начали разбирать тему, поняли, что эта тема очень объемная, поэтому мы ее все-таки вынесем на отдельный вебинар и отдельно ее будем рассматривать по остаткам и отчетности по остаткам товаров. Вот так что если вдруг видели, и этот вопрос вас интересовал. Так. Вижу вопрос по записи вебинара. Запись вебинара ведется, и в дальнейшем мы также направим, ну будет размещена запись вебинара, обычно мы выкладываем на сайте на нашем, и также рассылкой все материалы с вебинара присылаем, так что вы будете это в доступе, у вас будете все видеть. Так. Предлагаю переходить к основной теме вебинара. Так, участников я проверила. Вроде бы больше у нас никто не подключился. Идем тогда дальше по нашей презентации, по возможности системы. Скажите, пожалуйста, кто-то из вас работает уже с 11 управления торговлей, или здесь те, кто планирует только работать с этой системой. Вот прям в чате напишите, работаю, не работаю, или давайте так, букву R, если работаете, и N, если не работаете. Система 11. Не работаете. Ну, чтобы понимать, насколько, допустим, глубоко уходить там от десятки, разницу с десяткой. Ну, вот те, кто работал с учетными системами, предыдущими до управления торговлей 11.4, конечно, для них очень такой переход. С одной стороны, гораздо больше возможностей открывается, потому что 11.4, ну, 11 управление торговлей, оно вообще охватывает, во-первых, полный цикл торгового предприятия, функции все торговые предприятия, во-вторых, она содержит в себе очень много умных алгоритмов, которые не позволяют вам сделать ошибки в учете, которые контролируют процессы, происходящие в организации, очень широкий спектр настроек. С другой стороны, ваши пользователи должны быть готовы, что придется очень много учить, изучать, потому что система, она умная, и если допустить на предыдущих шагах вот в цепочке работы с контрагентом, работы с номенклатурой, какую-то ошибку, то далее вы просто не сможете осуществлять продажи, и с этим связан вот такой серьезный переход, то есть если вы планируете перейти на 11 УТ, то нужно понимать, во-первых, нужно будет такое серьезное обследование провести ваших процессов, понять, как вы будете автоматизировать, как первоначально настроить программу, и второе, это, конечно же, нужно понимать, как вы будете обучать своих сотрудников, сотрудники должны быть к этому готовы. Вот наша сегодняшняя тема по номенклатуре, она как раз-таки очень ярко отражает, что существует очень много нюансов, как на этапе анализа, так и на этапе обучения, это все понять. Что охватывает вообще система управления торговлей? 11-я, она охватывает целый ряд функций предприятия, начиная от установки целей и критериев, в которых можно оценивать достижения этих целей в организации, и охватывает дальше полный цикл планирования всех процессов, оперативное планирование, все показатели, которые вы используете в организации, оперативный учет всех решений, принятых в организации всех процессов, автоматизация всех закупок, складского учета, продаж, взаимодействие с контрагентами, обеспечение потребностей закупками, мониторинг всех финансово-хозяйственных показателей, и, конечно же, анализ, это отклонение от запланированных показателей, запланированных значений для того, чтобы можно было скорректировать деятельность предприятия, то есть это большой серьезный инструмент, который, если правильно внедрить, то можно полноценно использовать, если же сразу его не настраивать, кто сталкивался с УТ-11, бывает там не полностью функционал, знал, это внедряет, потом очень много вопросов возникает, почему же программа не так просто работать, как хотелось бы. Так, у нас еще дальше подключается. Посмотрим интерфейс системы, как у нас выглядит система. Давайте тут мы, наверное, все-таки уйдем от презентации и перейдем на демонстрацию самого программного продукта нашего. Секундочку, я переключусь на демонстрацию и уже будем смотреть на нашей системе. Так, я сейчас остановлю видео, чтобы было более проще, наверное, воспринимать внешний вид системы. Таким образом у нас выглядит начальная страница управления торговлей 11. Мы сейчас находимся в системе, зашли в систему под пользователем Федоров Борис Михайлович, это администратор. Информацию о системе вы всегда можете посмотреть по кнопке «И» информация. Вы можете увидеть здесь релиз, в данном случае мы, версию программы, в данном случае мы сейчас в учебной версии находимся. Видим релиз программы, конфигурацию, описание. Видим пользователя, под которым мы сейчас зашли в систему, то есть это вы всегда точно так же можете зайти и посмотреть. Интерфейс системы «Такси» настраиваемый, то есть каждый пользователь при начале работы, ну и далее, может настроить свою начальную страницу так, как ему удобно. Здесь сейчас у нас стандартные настройки установлены, то есть четыре раздела, это мои задачи, текущие дела, новости и взаимодействия. Текущие дела – это блок, с которым оперативно работает пользователь. Его можно настраивать. То есть здесь, в зависимости от того, какие функции выполняет сотрудник в организации, можно вывести те пункты, которые нужны. Если это сотрудник, который работает с блоком продажи, то все остальное можно убрать, допустим, закупки, и он будет видеть оперативно все, что относится к его сфере деятельности, чтобы лишнюю информацию не видеть. Так, и здесь у нас вкладка, на которой мы можем периодичность обновления информации в текущих делах настраивать. То есть, вот в данном случае у нас галочка не установлена. Мы можем вот по этой кнопке «Обновить список дел», обновлять текущие дела и видеть актуальные. Вот сейчас у нас указаны как пример, что у нас просроченные предложения есть, сколько в работе, то есть здесь это такой монитор сотрудника, какие у него дела в работе, какие просроченные, на что нужно обратить внимание. Этот блок настраиваемый. Блок с задачами, блок с взаимодействием. Так, кто-то у нас еще заходит, добавляются участники и новости 1С, конечно же. Вот эти блоки, они тоже являются настраиваниями, то есть у нас есть возможность, вот здесь находится у нас меню по стрелочке. И здесь мы можем осуществить настройки начальной страницы так, как нам надо. То есть вот сейчас у нас те доступные формы, которые мы можем вывести, они у нас расположены слева, и мы можем их передвигать. Допустим, мы хотим в левой колонке «Мои заметки наблюдать». Применяем. И у нас вот они должны отобразиться. Таким образом, мы увидели вот на рабочем столе заметки. Текущие дела у нас тоже, мы обновили рабочий стол, текущие дела у нас тоже автоматически обновились. Посмотрим, какие еще есть возможности. Мы можем настраивать панель, так как нам нужно, то есть меню может быть сверху, панель инструментов, может быть снизу, сверху, конструктор, то есть так, как вам удобно, это зависит, может как-то с дополнительными какими-то окнами, программами работаете, ну или просто интерфейс вам привычнее, то есть это можно сразу настроить, как вам удобно, перемещать, передвигать. И есть у нас настройка панели разделов, то есть те разделы, которые у нас слева находятся, допустим, если у вас сотрудник занимается только закупками, вы можете оставить ему разделы закупки, чтобы ему все остальные разделы не мешали, не смущали его, не отвлекали внимание, можно вот таким образом настроить, а также возможно где-то видели, ну или в принципе логично, чтобы у вас вот место не занимало на экране, допустим, сотрудник занимается только закупками, ему в принципе не нужно описание, что это именно закупки, либо слишком много места занимает, вы хотите текст, допустим, там под картинкой, или оставить только картинки, вот таким образом тоже можно сделать настройки, что вам нужно. Мы сейчас рассмотрели основные моменты по интерфейсной части системы, по разделам, тут в общем-то они разделены логично по направлениям, то есть главное планирование СРМ продажи, закупки, склад казначейства, финансовый результат, контролинг, и пункт меню НСИ администрирования, где у нас происходят все настройки систем, устанавливаются с ним, мы сегодня как раз таки будем работать, и заведение НСИ тоже происходит здесь. Так, давайте немножко синхронизируемся, скажите, видно ли хорошо систему, и возможно какие-то вопросы появились по интерфейсной части системы, может что-то нужно проговорить, подробнее посмотреть. Так, пока вопросов не вижу, если будут какие-то, ага, все видно, ок, отлично, значит идем дальше, если будут какие-то вопросы, вы их обязательно задавайте, и мы их уже там дальше будем рассматривать, бывает, что вопросы задают, и мы прям целую серию вебинаров оттуда еще берем, из вопросов, которые вы задаете. Теперь перейдем к нашей основной части, это заведение номенклатуры в программе 1С1, управление торговлей 11, рассматриваем сегодня 11.4, вот работа с номенклатурой в управлении торговлей, именно этой версии, она, наверное, один из самых больных вопросов, из самых таких, к которому нужно максимально чутко отнестись, когда вы переходите в систему, либо, ну, даже в течение работы с системой нужно четко понимать, какие задачи вы хотите выполнять, с помощью той или иной настройки. Приведу пример, где можно ярко видеть, как использовать функциональность программного, вот именно эта функциональность по номенклатуре, опциональность введения в разных разрезах учета. То есть, если ранее мы могли в папке собирать номенклатуру, как-то ее и иерархию выстраивать, то здесь очень сильно расширен принципиально функционал работы с номенклатурой, и открываются новые возможности. Проведем пример, вот как-то у нас был заказчик, пришел с такой проблемой, у него номенклатура, это производство пластиковых изделий, всяких ведра, корзины, горшки цветочные, то есть различный пластик бытовой, и у них много номенклатурных позиций, таких как, допустим, ведро, ведро с крышкой, ведро с крышкой с цветочками, ведро с крышкой с цветочками, красные, синие, зеленые, и вот таких нюансов очень много, и у них получается очень сильно раздут справочник номенклатуры, хотя вот, ну, получается, ведро 10 литров, вот оно есть, ведро 10 литров, красное, синее, зеленое, И каждый из этого красный, синий, зеленый может быть с крышкой или без крышки. И как-то это все объединить в какую-то единую систему. То есть, допустим, нам нужно сделать отчет и понять, сколько 10-литровых ведер у нас с крышками, а сколько без крышек. Или сколько 10-литровых ведер у нас красных, а сколько зеленых. В общем составе уже неважно по другой характеристике, а не с крышками или без крышек. Получается, что у нас все это вписано в наименование. Во-первых, у нас очень большой справочник номенклатуры. Во-вторых, невозможно понять, сколько же у нас единиц этой номенклатуры, если ориентироваться на характеристику только цвета. А сколько у нас, если характеристика, если ориентироваться только с крышками, понимать вот в этих разрезах учета очень сложно. Скажите, а кто-то сталкивался с такой проблемой, что нужно либо раздутый справочник номенклатуры, либо вот характеристики какие-то нужно разрез учета сделать, а вы не понимаете, как это сделать. Может быть, кто-то работал в десятке. В чатик прямо напишите, сталкивались, не сталкивались. Вот мы тогда столкнулись на этом предприятии, что им как-то нужно было работать с этой всей огромным-огромным списком номенклатуры, как-то делать аналитику, учет вести. И для них это была большая-большая сложность, вот работали они на тот момент в десятке. И на этом этапе, вот когда вы понимаете проблематику, что именно нужно для вашей номенклатуры, нужно принять решение, определить, в каких разрезах вы хотите вести учет по своей организации. То есть, как вам требуется проводить анализ, как подсчитывать номенклатуру, по каким моментам, что вы можете оставить в названии номенклатуры, а что нужно выделить в отдельную аналитику. Сейчас перейдем мы, наверное, все-таки в презентацию, чтобы было понятно, тема очень сложная. Так, вот так должно быть видно. То есть, наша номенклатура, она разделяется по характеристикам номенклатуры. То есть, характеристики номенклатуры, они позволяют детализировать товарные операции, складские остатки детализировать по какому-то определенному признаку. То есть, это может быть как раз-таки размер, ну, допустим, обувь тоже. Если вы будете заводить туфли лакированные, там, лодочки, все размеры, которые у вас есть в отдельную номенклатуру, то справочник будет перегружен. А если вы заведете одну карточку номенклатуры и при этом просто отдельным признаком, характеристикой будете добавлять каждый размер, то есть, можете смотреть в разрез, то есть, сколько пар у вас 35-го размера, сколько пар у вас 37-го размера разных цветов. Вот для этого именно вот этот функционал и существует определение характеристик. И на этапе планирования, когда вы планируете, как вы будете автоматизироваться, как у вас будут проходить процессы, вот это вот нужно выявить. То есть, какие характеристики номенклатуры есть, какие нужно выделить. Помимо этого, бывает, допустим, ну, вот опять же про обувь начали говорить, допустим, у нас обувь. Обувь имеет размер и имеет цвет. Вот по цвету тоже неплохо было бы как-то в отдельные разрезы учета это разделить, чтобы можно было отслеживать. Вот для этого тоже существует отдельный признак, это дополнительный реквизит. То есть, у нас есть характеристики товара и есть реквизиты. На примере это размер обуви и цвет обуви. При этом бывает такое, что, допустим, вы продаете обувь, занимаетесь торговлей обувью, допустим, и занимаетесь торговлей, допустим, какие-то аксессуары, допустим, платки. Вот платки, они у вас уже размер не будут иметь, допустим, стандартная размерность. То есть, вот этот набор характеристик и доп. реквизитов, он к какому-то другому, какой-то другой виду товара вашего, он уже не подойдет. Вот опять же, нужно прямо нарисовать вот эту структуру, блок товаров, в которых вот есть определенный набор характеристик и реквизитов. Другой блок товаров, набор товаров, которые у вас другие характеристики, номенклатуры и реквизиты. Что вам нужно в этом отобразить? И тогда вот эти вот группы товаров, не группы товаров, а вот виды вот этой номенклатуры, виды товаров у вас сформируются в виды номенклатуры. И каждый вид номенклатуры нужно будет описывать отдельно. То есть, какие характеристики и реквизиты вы будете ввести по каждой номенклатуре. То есть, допустим, по обуви у вас будет размер и цвет, по платкам у вас будет цвет, по, допустим, там кошелькам какие-то еще там признаки. То есть, там характеристика, там какой-нибудь, не знаю, кожаной, не кожаной и реквизиты цвета. Вот вам прям такую схему нужно нарисовать, определить, что вам нужно отображать в программе. Если вам действительно это нужно ввести, если у вас действительно такой разнообразный товар, тогда эту функциональность по видам номенклатуры, каждый вид из которого будет свой набор вот этих характеристик и реквизитов отражать, тогда вам эту функциональность нужно включать. Вот на этом этапе идет определение, нужна вам эта функциональность или нет. И если вы действительно приняли решение, что вам действительно нужна эта функциональность, то мы ее включаем. Сейчас покажу в системе, где она включается. Я специально сделала акценты, зашла, наверное, с практической точки зрения, откуда берется такая потребность вообще, в принципе, включать этот функционал, чтобы вы понимали, откуда идея родилась, как ее использовать, зачем нужно вам это, вам или не нужно. Вот на начальном этапе вам нужно понять, что да, мне нужны вот такие виды номенклатуры, то есть вы разделяете их по видам номенклатуры, и вам нужно создать специальную настройку, то есть вам нужно понять разрезы учета, которые вы будете использовать, то есть все вот эти реквизиты, виды номенклатуры, реквизиты и характеристики, они будут являться разрезом учета. Вы сможете в отчетах посмотреть, вывести количество в размерной сетке, количество в цветах, количество там, допустим, ГОСТ, не ГОСТ, там еще какие-то реквизиты, характеристики, которые вы хотите видеть, вот, и для того, чтобы это видеть, нужно включить функциональность множества видов номенклатуры. Таким образом у вас станет доступная возможность создавать эти виды номенклатуры, ну а сколько их будет именно у вас, это уже зависит от потребности вашей организации, от вашего прайс-листа, какую номенклатуру вы используете в своей деятельности. Вся номенклатура также будет разделена на типы номенклатуры, в любом случае это товар или услуга, то есть товар, он у вас идет в расчет себестоимости, у него есть складской учет, а если это тип услуга, то у нее, соответственно, складского учета нет, и у нее уже идет свой алгоритм работы, по этому типу номенклатуры это очень важно выбрать правильно, вот, ну и раз уж мы открыли настройку множества видов номенклатуры, мы можем видеть, что еще можно здесь выбрать, то есть мы можем сразу установить наборы номенклатуры при продаже, то есть если, допустим, например, косметологические, косметические магазины, косметика, бытовая химия продаете, и к праздникам, к 8 марта, там есть такое, что компонуют какие-то наборы товаров, чтобы не набивать это вручную, каждую позицию можно собирать наборами, либо там бывают, ну, много других примеров, когда сразу товары продаются наборами, и это значительно упрощает жизнь, при этом, если эту настройку просто так бездумно установить, ну, чтобы было и было, то вашим сотрудникам нужно будет далее, там, при подборе номенклатуры осуществлять лишние действия, понимать, что правильно, какую кнопку правильно нажать, то же самое и с видами номенклатуры, то есть если вам не нужно ввести виды номенклатуры, то не нужно лишнюю работу создавать вашим сотрудникам. Дальше, использование многооборотной тары. Предлагать дополнить документы многооборотной тарой, то есть когда будете делать, когда вы соответствующие номенклатурные позиции добавляете в документы, то система сама предлагает вам добавить многооборотную тару к той номенклатуре, которая этого требует. Тут же вот мы включаем функциональность ввести характеристики номенклатуры, то есть когда вы понимаете, что вам действительно это нужно, то вы включаете эту функциональность и заполняете характеристики номенклатуры, при этом вы должны понимать, что ваши сотрудники, они должны знать, что такое характеристика номенклатуры. Тоже очень частые случаи, когда пользуются пользователи на предприятии характеристиками и при этом они забывают, ну допустим, размер обуви, его нужно указывать в отдельном поле, в отдельном справочнике ввести и оттуда доставать уже эту характеристику. А пользователи, которые не до конца обучены, не понимают функционал, они пишут прямо в названии. 35 размер, 34 размер, туфли лодочки, 34 размер, и получается, что у вас создается новая номенклатура, то есть до этого были туфли лодочки, наименование туфли лодочки и характеристика 35, а у вас получается создается еще одна номенклатура, где прямо в наименовании туфли лодочки 35, и конечно же уже тут никакого учета, ни о каком учете корректном речи идти не может. Тут очень важно, если вы делаете такую настройку, то вы должны понимать, что сотрудники поэтому должны обучить обязательно. Тут же устанавливаются упаковки номенклатуры, серии товаров, если ведется серийный учет, качество товаров, то есть эти возможности вот именно в разрезах учета вы можете указывать. Вот именно здесь у нас ведется виды номенклатуры, начинают вестись. С этого момента у вас появляется возможность ввести отдельный справочник, то есть это создан в системе отдельный справочник, виды номенклатуры, мы сейчас в него зайдем и посмотрим, что там указывается и из чего состоит вид номенклатуры, как с ним работать. Справочник виды номенклатуры находится инсидент администрирования, классификатор номенклатуры, виды номенклатуры. Вот в нашей учебной версии создано огромное количество видов номенклатуры. Здесь, ну, прям наглядно можно понять, сколько можно завести и под какие цели можно завести виды номенклатуры. Организация может заниматься совершенно разными направлениями деятельности, как раз-таки многообразие видов номенклатуры, ну, возможность создания целого ряда видов номенклатуры позволит при правильном использовании, конечно, упростить жизнь и позволить в различных разрезах учет разные товары ввести аналитику. Мы сейчас открыли вид номенклатуры «Импортные товары», который у нас описывает, вот в этот вид номенклатуры включена, ну, можно включить ряд номенклатурных позиций, которые будут иметь те настройки, будут возможность получить те реквизиты, характеристики, допреквизиты, которые указаны именно в карточке вот этого вида номенклатуры. А сейчас мы рассмотрим все вкладки, которые мы заполняем. То есть при печати накладной использовать, какое у нас идет наименование, то есть здесь у нас не указано наименование, наименование мы можем формировать как раз-таки для печатных форм, допустим, лодочки черные, далее это прописывается запросом, цвет их, размер их, формируется, и у вас в документах формируется уже не просто наименование лодочки, а подставляются соответствующие, которые вы выбирали, характеристики и соответствующий реквизит. То есть здесь уже мы берем из настроек программы. Так, у меня не кликабельная. Так как у нас карточка уже сохраненная, чтобы посмотреть полноценно все реквизиты и пощелкать, что тут можно сделать, мы сделали разрешить редактирование. Вот пользователям, которые не работали с 11 версией, тоже вот эта функция. Видите, разрешить редактирование. Мы сейчас разрешили, мы можем дальше работать с программой, с карточкой. Если объект у нас уже сохранен, мы повторно в него заходим, нужно это обязательно сделать, если вы что-то хотите поменять. Каким документом у нас оформляется продажа данной номенклатурной позиции? То есть это может быть акт на передачу прав, либо это реализация товаров и услуг. Товарная категория настраивается. Можно настроить. Вот большинство настроек мы можем сделать, допустим, у вас есть вид номенклатуры, там женская обувь, есть вид номенклатуры мужская обувь. Практически все наборы характеристик и доп. реквизитов будут аналогичные. Поэтому, чтобы два раза не настраивать, два раза не создавать характеристики заново и реквизиты, можно сделать общие с другими видами номенклатуры и в списке вывести, в каких еще номенклатурных видах номенклатуры будет использоваться то же самое, те же самые реквизиты, характеристики, серии. То есть все, что вы отметите, общие для, вот здесь вот характеристики тоже у нас используются для этого вида номенклатуры, можно с другими видами номенклатуры или можно также сделать индивидуально для номенклатуры. То есть вы для каждой номенклатурной позиции можете настраивать свои характеристики. Бывает и такое, что у вас как конкретная номенклатурная позиция, именно она содержит уникальные какие-то характеристики, и не транслируется на весь вид номенклатуры. Вот это настройка вида номенклатуры. И серии товара тоже точно так же здесь настраивается либо это для конкретного вида номенклатуры, либо можно использовать в других видах номенклатуры. То есть вот это политика использования именно этого вида номенклатуры, и все товары, которые будут создаваться по этому виду номенклатуры, они ее наследуют. Здесь же прописывается, если есть индивидуальные настройки политика учета серий, в данном случае на основном складе у нас управление по ФЕФО остатками серий, вот это является индивидуальной настройкой по конкретному складу. И здесь мы также можем добавлять, какие у нас есть индивидуальные настройки. Ну и политика учета серий, тоже здесь можно прописать ограничения. То есть это у нас старт. Вот хочу обратить внимание еще раз, то есть типа номенклатуры, товар, к этому нужно относиться серьезно, потому что если поставить не то, допустим, услугу, то у вас, соответственно, складской учет уже идти не будет. Далее. Основную вкладку основной мы рассмотрели. Приходим к следующей вкладке, это док реквизита. Дополнительные реквизиты, это также разрез учета, то есть также мы можем выводить в отчеты. Реквизит может быть в номенклатуре. Ну вот, допустим, реквизит к номенклатуре, минимальная поставка. Реквизит может быть к характеристике конкретной привязан быть, либо может быть реквизит привязан к конкретной серии. Вот в данном случае у нас реквизит производитель. То есть бывает такое, что не принято решение производителя заносить в справочник контрагентов. Но все-таки производитель это не поставщик, а поставщик у вас может быть контрагент один, а производитель совершенно другой. Но при этом вам нужно где-то смотреть информацию по производителю, поэтому ее часто выносят все-таки в дополнительные реквизиты серий. Это у нас то, что касается дополнительных реквизитов. То есть у нас есть сама номенклатура, есть характеристика номенклатуры, и можно к самой номенклатуре, к характеристике номенклатуры, к реквизиту серий добавить еще дополнительный реквизит. К серий. Вот. Поэтому это такая кропотливая работа, что куда вы будете указывать, что будет являться характеристикой, что дополнительным реквизитом и к чему этот дополнительный реквизит будет привязан. Также можно настроить шаблоны наименований, то есть каким образом у вас будет формироваться наименование характеристики именно в карточке, как оно будет выглядеть. Для этого используются специальные алгоритмы, и обычно к этому этапу уже приходят, когда у вас есть полное понимание, как у вас будет, какие разрезы учета вы будете использовать, и как ваш пользователь должен видеть, понимать, чтобы он не путался во всех этих реквизитах, наименованиях, что есть что, и правильно описывал каждый объект системы, чтобы потом можно было строить правильную аналитику. Также можно создать фильтры по свойствам, в данном случае у нас сейчас не заполнены, не используются. Настройки создания, то есть что нужно отображать при создании, что, ну и где у нас идет контроль заполнения, контроль уникальности. В данном случае контроль уникальности не установлен, то есть если, ну, к примеру, там делаете реквизит ГОСТ, и второй раз, когда ГОСТ вводите, у вас по номенклатуре или характеристике, но ГОСТ это больше, наверное, характеристикам, вводите ГОСТ, и он вам пишет, а ГОСТ уже есть. Если бы номенклатуру вы вводите, там какой-то там колбаса докторская, и вам система пишет, колбаса докторская уже есть. Это контроль уникальности. Контроль заполнения, это то, что вы, если не ввели какой-то, какой-то пункт, какие-то данные, то у вас просто дальше система не пустит, она попросит вас заполнить. Это у нас настраивается как раз на этой вкладке, каким-нибудь образом вестись создание карточки. Значение по умолчанию. Вот именно во вкладке значение по умолчанию в виде номенклатуры заполняются единицы измерения и условия хранения. Часто бывает, что у нас, допустим, вот туфли, они в розницу продаются коробкой, в которой лежит одна пара. Также там есть какая-то большая упаковка, коробка, где лежит там 20 пар, и у нас есть палет. Вот здесь описывается, какие есть у вас упаковки товаров, как они связаны друг с другом, то есть в пересчете на единицу товара эти упаковки. А также эти упаковки могут применяться не только к тому виду номенклатуры, который мы сейчас описываем, но и к виду номенклатуры какому-то другому. Допустим, если мы отписываем женскую обувь, то мы также можем эти же самые упаковки, виды упаковок применять и к обуви мужской. Это будет логично, чем еще раз пересоздавать все виды упаковок. Будет логично применять и эти упаковки. И дополнительные сведения. Дополнительные сведения, они обычно создаются, используются, когда вам нужно разграничить возможность вот этого указания, какой-то дополнительной информации. То есть здесь мы какую-то произвольную можем информацию указывать, уже которая у нас не требует специальных доступов. Карточки номенклатуры. Вот возможность добавления дополнительных сведений у нас на отдельной вкладке доп.сведения. и в карточке номенклатуры она уже в отдельном поле выводится. Не в общем списке всех характеристик и реквизитов. Такой сложный объемный материал. Вижу, что в чате есть вопросы и по времени мы уже достаточно долго с вами общаемся. Давайте тогда вот по виду номенклатуры, по созданию видов номенклатуры обобщу и перейдем уже к созданию новой номенклатуры, как она создается. Такая основная мысль, чтобы мы довели до конца. Итак, если мы понимаем, что у нас множество разрезов учета, и есть несколько видов наших товаров, по которым эти разрезы учета отличаются, имеют разные, ну, несколько видов, которые имеют разные разрезы учета, то нам необходимо включить множество видов номенклатуры. И по каждому виду номенклатуры нам нужно описать, какие это будут разрезы учета, как они будут выглядеть, как будет создаваться такая карточка, их значения будут по умолчанию, и какие дополнительные сведения необходимо указывать именно по этому виду номенклатуры. И когда у вас уже будет создано несколько таких видов номенклатуры, по каждой своей правиле заполнения, то при создании новой номенклатуры, при создании номенклатуры и при внесении вида номенклатуры, у нас все соответствующие настройки начинают использоваться в новой карточке номенклатуры. Сейчас мы это проверим. То есть сама номенклатурная позиция у нас создается из НСИИ администрирования, справочник номенклатуры. Сейчас мы с вами перешли в справочник номенклатуры, то есть когда у нас уже все подготовлено, настройки все созданы, мы можем уже спокойно создать номенклатурную позицию. Что мы здесь видим? Мы справа видим номенклатурные группы. Это уже совсем другое. Это не виды номенклатуры, это номенклатурные группы для того, чтобы создать некую иерархию нашего справочника и ее использовать. То есть мы можем либо включить, либо отключить иерархию номенклатуры. Это совершенно разные разрезы. То есть здесь у нас по особенностям деятельности, направлении деятельности идет разрез иерархический, а по видам номенклатуры это уже идет именно по характеристикам каждой номенклатурной позиции, по ее параметрам. И посмотрим мы сейчас, каким образом создается у нас номенклатура. То есть мы нажимаем на кнопку создать. Вот видим, пока у нас не заполнен вид номенклатуры, это является критичным полем, пока вы не заполните дальше, вы не пойдете. У нас выдается некий список данных, которые нам нужно заполнить. И, допустим, мы заполняем импортные товары. И у нас сразу выдается те пункты, которые нам нужно заполнить. Сейчас мы раскроем реквизиты. И мы видим, что здесь подгрузятся те упаковки, которые нам нужно подгрузить. Здесь подгрузятся те дополнительные реквизиты, которые у нас настроены в виде номенклатуры. Сведения производителя. То есть те моменты, которые мы указали, начиная от группы складского учета до разрезов учета, они у нас подгрузятся именно при создании номенклатурной позиции полностью все те, которые там были. И уже по этому алгоритму, если мы выберем другой вид номенклатуры, то у нас, соответственно, совсем, допустим, попробуем эти вид номенклатуры товара. Сложно, конечно, оценить. Вот услуги будут нагляднее. То есть все виды номенклатуры мы можем открыть и посмотреть. Допустим, если агентская услуга по доставке, то у нас совсем другой набор реквизитов, которые нужно заполнить, развернуться. Таким образом, это все подтягивается от видов номенклатуры, и важно их правильно создать. Так, еще я хотела показать обязательно вам карточку самой номенклатуры, где у нас это отображается. Какие возможности есть? Также при создании карточки номенклатуры есть возможность штрих-код отобразить. Есть возможность загрузить файл с картинкой. То есть это очень удобно, чтобы прямо в системе видеть изображение. Вот мы видим все параметры учета в карточке. То есть какой вид номенклатуры, тип номенклатуры, характеристики. Общий для вида номенклатуры мы можем видеть, какие характеристики общие для этого вида номенклатуры. То есть все то, что мы заполняли в нашей карточке вида номенклатуры, здесь мы все видим. И также у нас в отдельном поле указывается рабочее наименование, то, о чем мы с вами говорили. То есть оно составляется в настройках вида номенклатуры, наименование для печати. И мы видим здесь дополнительные реквизиты. То есть в карточке номенклатуры все то, что мы вносили в виде номенклатуры, у нас появляются поля. При создании мы эти поля заполняем, и потом видим в созданной карточке номенклатуры. Можно настроить, какие поля у нас обязательные для заполнения. То есть в настройках мы вот тоже вида номенклатуры это видели. То есть если для работы это критично, обязательно указывать определенные реквизиты, определенную информацию о данной номенклатуре, то у вас система просто дальше не пустит работать с карточкой номенклатуры, заполнять, если вы не заполнили эти обязательные поля. Так, теперь я вернусь к нашим вопросам в чате, постараюсь на них сейчас ответить, посмотрю, насколько они сложные. Так, вопрос. Если мы создаем допреквизиты общие для номенклатуры, где лучше создавать эти допреквизиты? В конфигураторе или можно в клиентском приложении? Если можно из клиентского приложения, то возникают конфликты при интеграции. Или в приложении надо еще галочки где-то проставить. Но однозначно в пользовательском режиме допреквизиты проставлять можно и нужно. Вот какие именно вопросы возникают при интеграции с битриксом, это нужно смотреть уже персонально, как у вас настроена эта интеграция, стандартная, нестандартная, какие там правила обмена. Поэтому тут, наверное, прямо сейчас именно по этому вопросу невозможно ответить. Нужно смотреть вашу систему. Вот мы можем с вами, допустим, как-то связаться после вебинара, договориться отдельно о встрече и уже посмотреть, какой у вас, ну, прям посмотреть вашу систему. Как участнику вебинара у вас встреча, анализ первоначальный, он будет бесплатный. Вот поэтому давайте с вами свяжемся. Как создавать номенклатуру, если она ведется в остатках по разным единицам измерения? Например, в штуках, в пакетах по 10 штук, в пакеты по 5 штук. Так, прошу ответить и прислать на почту. Так, ваш вопрос я копирую, мы на почту направим. И общий ответ сейчас тоже здесь дам. Но для этого есть функциональность именно внесения в вид номенклатуры упаковок, которые вы будете использовать. То есть совершенно правильно, какую-то номенклатуру вы храните в штуках, какую-то в коробках, какую-то в упаковках по 10 коробок. Допустим, у нас был такой случай тоже, что у нас внесли остатки в скрепки поштучно. То есть вот на коробочке было написано 1000 штук. Ну вот прям 1000 штук и вбили на остатки. Представляете, сколько у нас штук скрепок получилось. Вот поэтому для того, чтобы правильно заполнить, нужно вот именно вот этот с блоком упаковок поработать. Так, ну вот вижу, пока больше вопросов не вижу в чате. Если у вас дополнительно какие-то вопросы появляются, вы можете обратиться по нашим контактам. Сейчас я контакты открою. Вот, ну и вы регистрировались, приходила рассылка. Там тоже, я думаю, наши контакты указаны. И дальше, вероятно, менеджеры, может быть, с вами будут связываться. Вот, поэтому вы можете готовить вопросы. Как участник вебинара вам будет возможность задать свои вопросы на выделенной специально для вас встрече. Так что, если есть желание провести такую встречу, мы с удовольствием вам поможем, подскажем, расскажем. Ну а сегодня я желаю вам хорошего дня. Спасибо вам за интересные вопросы. Увидимся на следующих вебинарах.